По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с прошлого года в регионе введена традиция каждую третью субботу месяца проводить мероприятия по очистке городских лесов. В Ленинском районе эту инициативу активно реализовывают. И 17 мая в очередной раз работники администрации и жители городского поселения Видное ранним утром вышли на улицы, чтобы привести зеленые зоны в порядок. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. В городе Видное насчитывается около 700 гектаров гослисфонда. Конечно, за таким объемом зеленых насаждений необходим постоянный уход. А в летний период, когда количество желающих провести свой выходной на природе увеличивается, к сожалению, прибавляется и количество мусора. Пропаганда не оставляет за собой грязь, работает, но не так, как хотелось бы. И штраф в полторы тысячи рублей, кажется, не пугает несознательных граждан. Поэтому и приходится проводить субботники, чтобы хотя бы таким образом поддерживать чистоту. Вот такие акции, которые проводятся, они позволяют собрать от 100 до 250 кубов за буквально полдня работы. Я считаю, что это хорошая помощь и городу прежде всего. И хотелось бы призвать жителей, чтобы они более активно включались в данную работу. Тем более, это наш город, наш ленинский район. И мы, в общем-то, должны делать его краше, ну а в общем-то, делать благо для самих себя. В этом году это уже четвертый субботник, организованный администрацией города Видное. После ледяного дождя до 2010 года в лесах все еще остается много поваренных деревьев, которые по согласованию с подольским лесничеством рубят, вывозят и складируют. Потом горожане имеют возможность брать эти дрова для личного пользования. Но основной проблемой является обычный мусор, оставленный после пикника или выброшенный во время прогулки. И хочется попросить жителей все-таки участвовать в здоровых начинаниях и помогать. Такие активные жители на самом деле есть в поселении, и они принимают участие. Но хотелось бы, чтобы этих жителей на самом деле было больше. Действительно, людей, которым не все равно, становится больше. И на уборку леса по улице Ольховая, помимо работников администрации, выходили местные жители, понимающие важность соблюдения чистоты. Ну, проявила гражданскую активность и решила помочь в уборке леса. Для того, чтобы лес у нас был чистый, приятно гулять и проводить время. Участков уборки в этот день было несколько. Очистка леса проводилась по улицам Заводская, у взрослой поликлиники Лесная, Центральная. А вдоль Белокаменного шоссе работали сотрудники коксогазового завода. Это хороший пример, как люди общими усилиями стараются сохранить природу. Юлия Погосян, Александр Житков, Наталья Буслаева. Видное ТВ.